Звук воздушной тревоги, пожар, бегущие люди. Эти кадры напоминают обстрел украинских городов. Но теперь это происходит в российском Белгороде. Глянь, где ударила. Я никуда не пойду. Мам, я никуда не пойду. По данным местных властей, утром Белгород обстреляли реактивными снарядами и атаковали дронами. И хотя власти заявляют, что все цели сбили, погибли по меньшей мере два человека, есть раненые. Я еле ушел с под удара. Вон туда, вон в***ла. Смотрите, на педколледже. В Белгородской области объявили, что в понедельник и вторник закроют торговые центры и отменят занятия в школах и колледжах по просьбе жителей из-за текущей обстановки. Обстрелы Белгорода участились по мере приближения выборов президента России. Также за несколько дней до начала голосования российские добровольческие подразделения, воюющие на стороне Украины, заявили, что пересекли границу и вошли в Курскую и Белгородскую области. Русский добровольческий корпус заявляет, что это запись боя на российской территории, а также показывает взятого в плен российского солдата. При каких обстоятельствах ты попал в плен? При выполнении задачи по минированию наша машина была подвержена обстрелу. Те, кто были вместе со мной, они все погибли. Я единственный стал служивым. Теперь Легион свободы России призывает жителей Курской и Белгородской областей эвакуироваться и обещает новые удары по позициям военных. Подтвердить из независимых источников заявления об этих рейдах в условиях войны невозможно. Минобороны РФ уверяют, что все атаки отразили, а попытки проникновения пресекли. Украинские беспилотники рано утром также атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области – Сызрани и Новокуйбышевске. Это более чем в тысячи километров от Украины. На Сызранском НПЗ дрон попал в установку глубокой переработки нефти. Она в Т6 К2 горит. За последнюю неделю это уже четвертый случай атак на российские НПЗ, когда украинские дроны достигали цели. Американский институт изучения войны заявляет, хотя российское наступление под Авдеевкой забуксовало, россияне пытаются дестабилизировать оборону ВСУ и готовятся к новому уже летнему наступлению. А тем временем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтунын присоединилась к мнению президента Франции Макрона и своего польского коллеги Родослава Сикорского и заявила, что Запад не должен отвергать идею отправки войск в Украину, если ситуация ухудшится. «Важно, чтобы мы ничего не исключали в долгосрочной перспективе, потому что никогда не знаешь, насколько серьезной может стать ситуация. Но позиция Финляндии ясна. Сейчас мы не посылаем войска и не планируем это делать». Тем временем в Одессе объявили день траура по погибшим в результате так называемого двойного ракетного удара. Число жертв выросло до 21 человека. Из почти 100 раненых 40 остаются в больницах. Накануне Россия обстреляла Одессу ракетами «Искандер». Когда на место удара приехали спасатели, пожарные и полиции, на это же место прилетела еще одна ракета. Среди погибших не только представители спасательных служб, но и раненые в результате первого удара гражданские. По данным Украины, произошедшее стало самым массированным обстрелом Одессы по количеству жертв с начала широкомасштабного вторжения России.